Как включить аппаратное ускорение, то есть рендеринг на видеокарте, в трех популярных видеоредакторах среди ютуберов, то есть в Недовинчином, в Гавниере и в Пегасе? Сейчас расскажу, но перед этим слово спонсора. Itube HD Video Downloader. Это программа под Mac и Windows, которая позволяет тебе скачивать видеоролики и аудиоролики с более чем 10 тысяч различных сайтов, включая Spotify, Netflix, Twitch и, конечно же, YouTube. Что касается YouTube, то с помощью этой программы в один клик можно скачивать целиком плейлисты. Помимо этого, поддерживается также скачивание видеофайлов с файлообменных сервисов типа Dropbox и так далее. Кроме того, программа позволяет тут же конвертировать файлы, например, видеофайлы в аудиофайлы, и тут же переписывать их на твой девайс под управлением Android и iOS. Кроме того, в iTube встроенный проигрыватель медиафайлов, и также есть еще аддон для браузера, который на всех сайтах, где можно скачать видео, будет добавлять кнопку для быстрого скачивания. Подробности узнаешь по ссылочке внизу. Итак, прежде чем говорить об аппаратном ускорении, нужно понимать, что оно бывает двух типов. Первый тип ускоряет только превью, то есть то окошко с итоговым видео, куда ты смотришь, когда его монтируешь. Второй тип ускорения делает более быстрым именно рендеринг готового видео, то есть в тот момент, когда ты уже проект экспортируешь в медиафайл. Оба типа ускорения поддерживаются в трех наиболее популярных, ну например, среди ютуберов, видеоредакторах, а именно Adobe Premiere или Adobe, как там он правильно произносится, Sony, вернее Magix Vegas и DaVinci Resolve. Самый простой способ активации, наверное, именно в DaVinci, поскольку это новичок на рынке видеоредакторов, несмотря на то, что софт DaVinci Resolve и DaVinci Studio существует достаточно давно, но он всегда был софтом для цветокоррекции. А функции именно видеоредактора появились там относительно недавно, и, к сожалению, он все еще пока достаточно корявый. Ну, например, они зарелизили альфа-канал, который работает очень глючно. Что это, блин, за видеоредактор 14-й версии без нормального альфа-канала? Ну и так далее. Такой вот недовинченный видеоредактор получился. Сейчас, разумеется, набегут любители недовинченного орать, что там уже новая версия вышла, но, на мой взгляд, этот редактор еще очень долго останется говном. Если Sony Vegas'у-то уже не один десяток лет, а его все никак до ума не доведут, то с недовинченным будет примерно та же самая ситуация, и он еще долго будет говном. Так что это видео я снимаю с прицелом на будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее-будущее. Но, тем не менее, этот самый недовинчи по умолчанию работает с видеоускорением, и, более того, он не запускается на тех компьютерах, где видеосистема не поддерживает ни CUDA, ни OpenCL инструкций. Вот пример такого компьютера, где в качестве основной видеокарты используется Nvidia GTS 250, это видеокарта из 2006 года. Но это ее разрабатывать начали в 2006, а на прилавки вывалили в 2008. Но эта сука, конечно, все меняет, блядь, и превращает этот древний как говно мамонта кусок дерьма в ебучий болид, блядь, в еболид, нахуй. И она вообще не соответствует требованиям DaVinci Resolve. У нее нет ни CUDA, ни OpenCL, и еще у нее очень мало видеопамяти, а DaVinci для работы нужно минимум 2 гигабайта видеопамяти. Соответственно, никакие попытки запустить недовинченного на этом компьютаторе не увенчались успехом, потому что даже если поставить OpenCL для встроенной в материнскую плату еще более хреновой видеокарты Intel HD, то программа все равно не запускается. Да, разумеется, встроенная видеокарта встроена не в материнскую плату, а в сам процессор. То есть это интегрированное видео. Но тем не менее, если компьютатор удовлетворяет минимальным требованиям, то не DaVinci сам включает аппаратное ускорение и вообще работает достаточно шустро, и в плане превью, и в плане рендеринга готового видео. Соответственно, для того, чтобы заработала, ну, например, 14-я версия DaVinci Resolve, то есть последняя на текущий момент, нужно обновить драйвера на видеокарту, потому что DaVinci Resolve использует какие-то обновленные функции, которые появились в стандарте OpenCL. Соответственно, если у тебя вдруг нихрена не работает DaVinci даже на современном железе, обнови дрова, прежде всего на видеокарту. Желательно на все, и на встроенную, и на дискретную. В некоторых случаях помогает полностью удалить видеодрайвера из системы с помощью утилиты DDU, после чего начисто их заново установить. Но, тем не менее, DaVinci это не самый популярный видеоредактор, и что касается YouTube, причем как русскоязычного, так и англоязычного сектора, самым популярным редактором, ну, если не считать iMovie и MovieMaker, конечно, является типа профессиональный пакет Sony Vegas, или как он сейчас называется, Magix Vegas. Он гораздо популярнее и Final Cut, который есть только на Mac, и Adobe Premiere, который есть, по-моему, везде, кроме Linux. Соответственно, ускорение превью, то есть того маленького окошка, где ты наблюдаешь за своей работой. В Sony Vegas выполняется через меню настроек вот этот вот пункт. Я умышленно использую английскую версию, и тебе тоже рекомендую, по той простой причине, что русский язык не подходит для использования в компьютерах. А конкретно с Sony Vegas у меня за историю изи поддержки был такой момент, где в оригинале на английском настройка была, а в переводе интерфейса той же версии Vegas на русский язык, этой настройки просто не было. Соответственно, проблема решалась с переключением языка в Vegas. Поэтому я тебе очень рекомендую использовать английские версии программ, и в этом видео все скрины на английском языке по этой причине. Чтобы не ловить глюки на ровном месте, исключительно потому, что ты понимаешь только один говноязык, а на нормальных не разговариваешь. В общем-то, поэтому я и выпускаю это видео на русском языке, потому что ты нормальных языков не понимаешь. Но неважно. Что же касается именно рендеринга с использованием графической карты, то тебе желательно установить самую последнюю версию Sony Vegas, самого последнего билда, который есть на текущий момент. Соответственно, рендеринг на видеокарте происходит очень просто. Тебе в списке кодеков, в зависимости от твоей видеокарты, нужно найти кодеки с пометкой Intel, NVD или AMD. Больше всего таких кодеков находится в разделе форматов, который называется Magix.AVC.AAC. В данном случае там есть несколько одинаковых пресетов, которые отличаются тем, что тот, который без каких-либо пометок, рендерит целиком на процессе, тот, который с пометкой Intel, рендерит на встроенной видеокарте Intel, у нее тоже есть ускоритель кодирования видео, и то же самое с пометкой NVD. Соответственно, на компьютаторах с AMD в одном из разделов форматов Magix, тут их несколько, можно найти формат, который будет ускорять кодирование видео на плате AMD, причем в данном случае на встроенном в процессор Рязань видеочипе Vega. Соответственно, если ты все сделал правильно, то в момент рендеринга у тебя будет нагружаться не только центральный процессор, но и видеокарта. Насколько она будет нагружаться, зависит от мощности видеокарты. Встроенные решения типа Intel и встроенной в Рязань Веги нагружаются где-то процентов на 80. Дискретные видеокарты типа Nvidia нагружаются где-то процентов на 20-30, в редком случае на 40%. Что касается увеличения скорости рендеринга. Оно есть, но не особо значительное. Я не могу сказать точно, сколько это будет в процентах, но не очень много. Если на видюхе ты отрендеришь на 20% быстрее, чем без нее, то это уже успех. То есть это совсем не так, как в случае игр, когда ты вместо интегрированной видяшки поставил мощнецкую игровую видеокарту и получил прирост FPS в 10, а то и в 20 раз. Это совершенно не тот случай. И совсем не тот случай, когда ты купил нормальную NVD с возможностью Shadow Player, и ты теперь можешь стримить практически без ущерба для FPS. Это не тот случай. Связано это с тем, что через видеокарту ускоряется только именно кодирование видео, то есть создание видеофайла. А его рендеринг, то есть сопоставление всех сцен, кадров, наложение эффектов и так далее, по-прежнему осуществляется на центральном процессоре. То есть для цели редактирования видео многоядерный процессор будет более выгодным вложением, чем покупка более дорогой видеокарты. Собственно говоря, OpenCell инструкции и созданы для того, чтобы процессор и графический сопроцессор, то есть графический ускоритель, могли лучше работать в паре. Аппаратное ускорение в Sony Vegas существует уже достаточно давно, оно более-менее работает, точно также требует обновления всех драйверов на видеокарты, и если вдруг, несмотря на самые свежие драйвера, у тебя ускорение что-то не запускается, возможно нужно либо обновить версию Vegas, даже внутри одного номера версии, например Vegas 16, поставить более свежий билд, или наоборот более старый билд, потому что иногда в новых билдах эту штуку ломают. Но в целом каких-либо особых проблем с настройкой ускорения в Vegas нет, достаточно при рендеринге выбрать правильный кодек, который будет задействовать твою видеокарту. Ну и переходим к индустриальному стандарту видеоредактирования, то есть к Adobe Premiere, как бы там не хотелось гомосекам верить в то, что Final Cut это лучшая программа по редактированию видео на свете. Если вдруг тебе повезет устроиться на работу именно монтажопом, то в 99% от тебя будет требоваться знание Adobe Premiere. Точно так же, как если ты устраиваешься на работу дизайнером, то требуется знание Adobe Photoshop. Соответственно в Premiere все примерно то же самое. Ну во-первых, самому Premiere нужно задать запуск на дискретной видеокарте и еще поиграться с настройками CUDA в панели управления NVD. Ну то есть выставить это значение в All. Дальше в свойствах проекта не забыть указать, что нужно использовать ускорение на видеокарте и при рендеринге выбирать кодек, который может быть ускорен видеокартой. Ну например HEVC. Соответственно как правило этого достаточно для того, чтобы Premiere начал рендерить на видеокарте. Но если этого упорно не происходит и например вываливаются какие-нибудь ошибки Microsoft Visual C++, то есть любые твои действия, любые твои настройки в Premiere не приводят к тому, что за действием на видеокарте в момент рендеринга, ну например как в данном конкретном случае, то как выяснилось это было связано с тем, что Premiere 2018 говно. Полное его удаление и установка предыдущей версии за 2017 год решило проблему и рендеринг на видеокарте заработал. Я бог ютуба, лайк, подписка, бубенцы.